Я рада всех приветствовать в Ельцин-центре. Здесь, в медиазале, проходит пресс-конференция при участии информационного агентства ТАРШ. Пресс-конференция посвящена открытию этапа международного турнира по волейболу среди женских команд Лига наций. И для тех, кто еще не ознакомился с датами, матчи будут проходить в Екатеринбурге с 15 по 17 мая. Участие в дебютном старте примут 4 национальные сборные. Это сборная России, Аргентины, Нидерландов и Таиландов. Всего же бороться за трофеи регинации в этом сезоне будет 16 команд, которые сыграют в один круг. Мероприятие это проходит под эгидой Всероссийской Федерации волейбола. Я передаю слово своей коллеге Ирине Золотовой, пресс-секретарю Федерации. И хочу напомнить, прежде чем перейдем к пресс-конференции, что после пресс-конференции состоится в пресс-подход и пресс-показ выставки, посвященные волейболу и юбилею нашего всеми любимого и уважаемого господина Карполя. Поэтому после пресс-конференции, пожалуйста, не расходите. Лина, пожалуйста. Дорогие коллеги, здравствуйте. Пежде чем начать нашу пресс-конференцию, я попрошу вводную часть нашего переводчика перевести. Дорогие коллеги, я хочу попросить вас в пресс-конференции, которая будет в начале первой группы в Лиге Федерации волейбол. Я рада вас видеть, и я хочу напомнить, что федерации будут в Екатеринбурге, в Дипс-спортс-холле, в следующем три дня. И в этом году четыре команды будут участвовать в этой соревнованиях в Екатеринбурге, и в целом, в мире 16 команды будут играть в волейболу. Для начала позвольте представить вам наших сегодняшних гостей. Это Александр Викторович Маслов, заместитель Министерства спорта Свердловской области. Джейми Моррисон, главный тренер сборной Нидерландов. Марит Балкинштейн, капитан сборной Нидерландов. Генхермо Адуно, главный тренер сборной Аргентины. Кульет Ласкану, капитан сборной Аргентины. Данайси Вацхара Метхакун, главный тренер сборной Таиланда. Плюнти Тинькао, капитан сборной Таиланда. Вадим Пантох, главный тренер сборной России. И Ксения Парбис, капитан сборной России. Сегодня мы присутствуем при историческом событии. Впервые Лига наций, новый турнир. И в связи с этим у меня вопрос, с какими чувствами мы впервые приехали сюда, на наше мероприятие? Какие было ко всем рукостям? The first question is to everybody. This is an absolutely new tournament for everybody, the World of All Nations League. And what feelings are you having when you enter an absolutely new competition? Thank you. Yeah, of course, we're very excited to be here. It's the same like last year, the Crown 3, and now it's the World of All Nations League. I think this pool has some interesting teams. And we're very excited to compete again and to start the summer of 2018. Мы очень рады присутствовать здесь. И я надеюсь, что будет так же замечательно, как в прошлом году. И эта плейкинация очень интересна. И я надеюсь, что нам здесь всем будет очень комфортно. Мы с нетерпением ждем начало соревнований. И этот турнир похож на прошлогодний, но только он намного длиннее. Он длится 5 недель. Но и тренеры, и игроки все с нетерпением ждут начала соревнований. И мы все хотим показать себя как можно лучше. Я хочу поздравить всех зрителей и участников с начала нового турнира в Лиге нации. Хотя это, в принципе, гранд-при, но она организована соревнования по новым правилам. То есть играют сильнейшие команды. Это очень значимо для нас. Плюс к этому первый этап он объединен с Кубком Ельцена. Поэтому это для нас двойная, как говорится. Ответственность, но, тем не менее, поздравляю всех с начала. Первое, я хочу поздравить всех с новым турниром, с новым начальством. Этот турнир смотрит как предыдущий турнир, но он более competitивый. И, особенно для нас, этот турнир, мы имеем больше ответственность в этом турнире, потому что этот турнир связан с Кубком Ельцинка, поэтому это более сложный и более респективный для нас. Для нас, этот турнир, это важный турнир для нас. Для нас этот турнир и этот этап очень важен, потому что в Аргентине молодая команда, и здесь мы можем получить больше опыта и продвинуться в своем профессиональном плане. Как и сказал тренер, для нас этот турнир очень важен, потому что у нас много молодых игроков, и за пять недель они могут войти в команду, поэтому мы очень рады быть здесь и играть эти игры. Спасибо. 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 Мы рады вернуться в Екатеринбург и принять участие в мероприятиях, в которых участвуют лучшие команды мира и рады поиграть с ними. Лига нации – это долгий турнир, поэтому мы очень рады приехать и сыграть эти игры здесь. Всем удачи! Спасибо большое. Вопрос к Александру Викторовичу Маслову. Как город готовился к встрече Лиги нас? Скажите поподробнее, пожалуйста. Я, во-первых, дорогие друзья, хочу поприветствовать всех гостей и участников турнира на территории Свердловской области. В Свердловской области любят волейбол, в Екатеринбурге любят волейбол. Турнир будет проходить в одном из самых лучших спортивных объектов в Свердловской области, во дворце игровых видов спорта, который носит название «Уралочка». И я думаю, что все участники турнира еще раз убедятся в высокой степени готовности Екатеринбурга к проведению самых значимых, самых высоких соревнований. В Свердловской области волейбол любят, его любят во всех городах, тысячи людей занимаются им. Я бы хотел отметить, что не случайно, наверное, этот турнир будет проходить рядом с еще одной знаковой датой для Свердловского волейбола и для Свердловской области. 1 мая мы отмечали юбилей, наверное, самого известного тренера в Российской Федерации, волейбольного тренера Николая Васильевича Карполя, которому 1 мая исполнилось 80 лет и которому совсем недавно президент Российской Федерации вручил одну из самых значимых наград нашей страны. И поэтому еще раз я бы хотел пригласить всех участников и всех гостей посетить выставку, которая в 15.00 начнется. Ну а всем участникам желаю хорошей игры и удачи! В этом сообществе, наверное, очень люблю волейбол и все уважаемые волейболы. Ефиме очень особенный и очень радостный праздник. Мы очень рады волейбол в этой городе, и этот турнирмейт будет происходить в один из лучших спортсменов в Екатеринбурге, в ДИФ спортсменов, который называется Уралочка. Мы хотим приветствовать вас, и мы хотим желать вам доброго в этом турнире. Спасибо. Мы хотим перейти к вопросам. Небольшая ремарка по поводу регламента нашей сегодняшней пресс-конференции. Вначале мы будем задавать вопросы нашим иностранным гостям, после чего мы их отпустим, и уже по максимуму загрузим вопросами нашего капитана и нашего главного тренера. Поэтому давайте приступим к вопросам. Мы перейдем к вопросам. Первая вопрос будет к нашим сооруженным гостям, и потом мы будем оставаться и оставаться с нашим head coach, и капитан. Вопросы? Пожалуйста. Вероника Пугунова, Рео Новости Р-спорт. Вопрос, наверное, ко всем участникам пресс-конференции. Как вам новый формат по сути гран-при, и что скажете, плюсы и минусы? Вопрос, как вы любите все-таки, как вы любите новую форму, гран-при, и какие-то преимущества и преимущества для нового тренера? Вопрос. 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 Главное преимущество это более справедливая система, потому что сейчас все команды играют друг с другом. До этого соперники выбирались произвольно и некоторые команды играли друг с другом по несколько раз. Недостатки же этой системы в том, что мы играем на выезде 5 недель подряд и это очень долго и мы должны перемещаться по миру. У нас много перелетов, а много смех часовых бойцов и это не так удобно. Еще вопросы? Тогда задам я. Вопрос к главному тренеру сборной Аргентины. В последний раз с командой России встречались на Олимпийских играх и тогда матч продлился всего 67 минут. Как вы думаете, как в этот раз сложится наша профориция? В последний раз с командой России встречались на Олимпийских играх и это было только 67 минуты. Как вы думаете, как это будет работать? В этом раз с командой России встречались на Олимпийских играх. В этом году мы играли в России. Россия, Россия, как бы в peleе первые игры, это очень необычное equipo. Но Аркентинская тренировка очень хорошо. Когда мы играли со сборной России в Рио, Россия выиграла 3-0, но с тех пор Аргентина очень много тренировалась. И я считаю, что в этом матче, который будет очень важен для нас, мы покажем в другой уровень. Спасибо. Будут ли вопросы из зала? Вопрос к главному тренеру сборной Таиланда. В прошлом году на гран-при Россия и Таиланд выступили совершенно одинаково. Шесть выражений и три победы. Как вы думаете, как в этом году будут складываться игры? Вопрос к главному тренеру сборной Таиланды. В прошлом году на гран-при Россия и Таиланд имели одинаковое результат. Шесть выражений и три победы. Как вы думаете о этом году? Шесть выражений и три победы. все все это возможно, потому что это долгий турнир 5 недель, поэтому самое важное, что каждый игрок мы пытаемся держать на уровне для лучших результатов все возможно на этом турнире который очень долгий который продлится 5 недель но самое главное для нас будет это выступление каждого игрока индивидуальное и мы постараемся поддерживать их в оптимальной форме на протяжении всего ту миру опять же ко всем вопрос какие задачи основные ставить в турнире the question is to every team what goals are you having during this tournament у нас у нас у нас мы у нас И второй цель – это выйти в финале и увидеть, что происходит. Это очень тяжелый турнир, но если вы сможете уйти, то у каждого команда есть возможность победить. Первая цель – прогрессировать в каждом матче. Некоторые из наших игроков тренируются уже 2-3 недели, а некоторые вообще не поступали к тренировкам. Поэтому одна из важнейших задач будет прогресс командной игры в каждом матче. Но и вторая задача – это попасть в финал и хорошо подготовиться к чемпионату мира. Я согласен с тренером в Голландии. Плюс в том, что мы играем с лучшими командами. Сейчас у нас команда обнудрена. Мы будем просматривать, естественно, молодых. Но тем не менее, задача стоит – показывать хорошую группу и постараться выигрывать. Как можно больше игр. Задача попадания в финал стоит также перед нами. Так мы будем стараться. В чем минус? Минус в том, что нет тренировочного процесса. Процесс тренировок только частично на выезде. Если раньше была возможность тренироваться 2-3 дня дома, то сейчас мы только переезжаем. Но тем не менее, если брать большие перелеты, которые есть у нас – это Корея и Китай, то есть это будет тренировок. Это будет тренировок. Прежде всего, в том, что мы играли с лучшими командами. И это будет тренировок. И это будет тренировок. И это будет тренировок. Глава, это будет тренировок на заветесь. И что они должны считаться от будущего? Я вам сделаю это, скорее всего. Мы начали со статистическим войлением для РФ. И если мы решили вы ascendите от следующего уровня, то есть что мы должны Исраиль. 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 Для Таиландии, нашим желание было создать молодые молодые игроки. У нас есть много молодых игроков. И нашим желание для них научиться от лучших игроков и от лучших игроков. И создать себя. Главная задача в Таиландии будет адаптировать молодых игроков в Канаде очень много молодых игроков. Их нужно вести игру. И главная их задача будет научиться у более взрослых, более опытных игроков. Спасибо. Вопрос еще? Пожалуйста. Вопрос в Таиландии. Кто для вас самый неудобный сегодня в Таиландии? Вопрос в Таиландии. Вопрос в Таиландии кто picked up on На этом этапе все соперники довольно интересны. В сборной Таиланда очень много небольших игроков, они будут быстро перемещаться на площадке. В сборной России наоборот много высокорослых игроков, которые имеют свои преимущества. Сборная Аргентина очень быстро играет в нападении, поэтому этот этап будет очень интересным для нас. Коллеги, еще вопросы? Когда у меня вопрос к капитану сборной Нидерландов. Из всех соперников в нашей группе именно Россия и Нидерланды чаще всего встречались на площадке не только на гран-при, но и в чемпионатах Европы. В качестве соперника России для вас удобно? Комфортно ли с ней играть? Вопрос к капитану сборной Нидерланды. Вы встретили много русского национального команды. Вы встретили в Олимпиях, в Европейском чемпионатах. Это для вас комфортно, оборудовая команда? Или это сложно играть против России? Да, у нас было много интересных битов против сборной России. Мы встречались много раз. Но на самом деле мы с нетерпением ждем этих игр, потому что, как уже сказал мой тренер, у России очень много силы, и у них очень сильные руки. И мы с нетерпением ждем каждые игры с ними. Вопросы? Тогда я задам финальный вопрос капитанам команд. Скажите свою идеальную шестерку на финал. И последняя вопрос к капитане. Найдите шесть игроков для финала. Начинать шесть игроков для финала. Найдите шесть игроков для финала. Китай, Таиланда, Едина, Россия. Нидерланды, Аргентина, Таиланд, Америка, Китай и мы. Если у нас не будет больше вопросов к нашим иностранным гостям, мы можем их отпустить и останемся в таком легком между собой. Если у нас нет вопросов к нашим иностранным гостям, мы можем их отпустить и остаться с русскими и русскими. Спасибо! Вадим Анатольевич, а вот здесь состав, это как раз именно тот состав, который Вы хотели видеть условно два месяца назад? Или есть игроки, которые по независимым от Вас причинам не смогут здесь сыграть? Рустав частично спланирован в море. Часть игроков получили раму включения чемпионов России. Поэтому мы сильнейших пока что нет. И для них сильнейших пока что нет. Нет Гончарова, нет Старцева, нет Наркова, нет Тролёва, нет Пусновольника. Поэтому мы пока играем со стороны, которые есть на себе. Ну а то есть, изначально Вы планировали, что здесь будет Гончарова, да? Изусловно. Изусловно. И то, что должно было быть составлено, Вы знаете, на промерах. Поэтому, конечно, я планировал, чтобы все игроки, или большинство которых игроков, кто играл ранее, были в команде. Тем не менее, это дает, как говорится, шанс молодым игрокам играть, а то ли молодым. У нас есть опыт игроков, которые готовы. Спасибо. Александр Викторович, а насколько сложно бороду организовать такой турнир? Противоречивый вопрос. На самом деле, конечно, любые крупные соревнования, любые крупные мероприятия – это большая ответственность, большая организационная работа. В Екатеринбурге, как все знают, уже много лет, десятки лет проходят самые крупные мероприятия, и уж народного уровня в том числе. Поэтому, на мой взгляд, город уже привык, в хорошем смысле, к таким ответственным стартам. И те алгоритмы, те механизмы, которые используются при подготовке, они уже отработаны до автоматизма. И город, я думаю, и город, и вся Свердловская область могут проводить и должны проводить и такие соревнования, и соревнования более высокого уровня. Город чистый, город красивый, город ждет этих стартов, которые впервые проходят в Екатеринбурге. Спасибо. Вопросы дадут. Агентство ТАСС служит в основном. Вадим Анатольевич, вопрос к вам. В продолжении вопроса коллеги. Как себя чувствует пошлево, когда вернется все-таки в сборную? Будет ли рассчитывать на нее при этом? Ну, Таня рвется, как всегда, в сборную. Как всегда, она быстро восстанавливается, даже быстрее, чем, как говорится. Классически это исторически сложно. То есть, игрок, получивший большую травму, такую, как разрыв представленных связок, но до полугода эта травма. Таня сейчас уже восстанавливается. Если вы видели финал Лиги Чемпионов, она была в общей поддержке своей команды, была в Сарае, она планирует в августе уже поступить в тренировку совещания. Конечно, мы ее ждем, посмотрим, как она будет восстанавливаться. Ещё вопросы? Катя, то есть, договор про самочувствие игроков, хотелось бы спросить. Попробуй, как она? Катя, в принципе, в порядке. Небольшие есть, так скажем, медицинские противопоказания сейчас, но, тем не менее, это время, просто нужно время, и ее решение. Я, конечно, жду их, но у меня есть определенные отрицательные моменты. Андрей? Вадим Анатольевич, вы озвучили задачу, поставленную перед командой, а вот ввиду дебюта и вашего, и, в принципе, турнира, какую лично вы задачу перед собой поставили? Моя задача, конечно, для себя, я считаю, очень ответственная. Я сейчас должен разобраться в команде, в первую очередь, в игроках, понять ещё раз уровень, я знаю, понять систему, оптимальную систему для нашей команды сегодня, для общей команды, то есть для лучшей команды, которая будет выступать на чемпионат мира. Это и связующая, и диагональная, и связь между связующими игроками четвёртой зоны, игроками первого депо. То есть для игроков, которые сейчас передо мной стоят, это такая волейбольная большая задача. Плюс, естественно, человеческая задача, чтобы поднять игроков на уровень максимальных и психологических, и чтобы они не только участвовали в соревнованиях, но, естественно, поддержали. Вопросы? У Ксении можно спросить, чтобы не скучало. Многие девчонки жаловали, что сезон реально получился очень тяжёлым, насыщенным и тяжело. Вот сейчас сразу же пять недель практически без отдыха, да, тарабанить. Насколько вам, на физическом плане, комфортно этот сезон дался? Не было мыслей, там, Падим Анатольевичу подойти и сказать, может, я тоже вот пропущу лигу нацию, а потом как вернусь, как всё покажу? Нет, у нас после чемпионата России было целая неделя, можно было успеть восстановиться, хотя бы чуть-чуть. Нет, это очень интересный турнир, в котором хочется поиграть. Я думаю, мы делаем так же, причём у нас сейчас более молодые есть, и они как-то готовы в бой. Мы все готовы. Вопросы? Я задам, Ксения, турнир начинается в вашем городе, насколько для вас это символично? Ну, здесь, так скажем, как болельщики-уралочки. Для меня это, ну, большая честь, мне надо не упасываться. Я хочу добавить, что Александр Ильич сказал уже, что клуба есть, во-первых, 15-й, а во-вторых, у нашего мэтра, у нашего учителя 80 лет, поэтому для нас это, конечно, очень важно. Прошу вас. Николай Васильевич на связи. Здравствуйте. Здорово. Мне кажется, на этой мажорной ноте мы можем и закончить, если у вас нет возражений. Спасибо. Спасибо.